Порывшись в своих складских запасах, была найдена вот такая серьезная конструкция. Выполнена она из листовой стали толщиной 3,2 мм. Имеет относительно внушительный вес и серьезную жесткость. Лишнее я отпилил ручной болгаркой и обработал гигантским нафилем. Мы делаем все по уму, а поэтому в дальнейшей операции без плана чертежа невозможны. Так, сначала это будет вот так, вот так, так, вот, винтами, такую детальку, вот так. Сюда пойдет, резьба будет. А вот такой план действий. Не совсем наглядно, не совсем ясно. Но главное, что есть в голове. Это основное. К делу. Подготовил вот такую стальную пластину. И для того, чтобы подружить ее с основанием, необходимо прослить три отверстия. Лучшего временного крепления, чем суперклей, человечество еще не придумало. Подчеркиваю, это временно, дабы точно просверлить отверстия. Сверлю ручной дрелью. Ибо на станок эту конструкцию всю не возгромоздишь. Давно дрелью не сверлил. Все станочком сверлили. Но ничего, просверлим. А что делать, как в старые добрые времена. Пластина крепится к уголку посредством болтов М5. И соответственно, уголок крепится к основанию также посредством винтов, точнее болтов М5. Кручу вот таким отличнейшим ключом. Подарил мне подписчик целый набор их. Большое ему спасибо. Друже, привет. Очень удобно, я вам скажу. Очень. Имеется два вот таких защитных кожуха. И согласно чертежу, необходимо избавиться от вот этих вот выступов. Назовем так. Таким вот незамысловатым образом зажал заготовку, установил точнее ее. Поджал на всякий случай задним центром, задней бабкой с вращающимся центром. Дабы это самое ваше благородие не стукнуло мне в лобешник. И понемногу растачиваю, убираю вот эти вот выступы. Бьютифул. Нужно убрать краску. Краска к алюминию плохо крепится, так сказать. Уберем. Некрасиво. Наждачкой. Выпилил два отрезка вот такой доски. И теперь нам предстоит вот эту часть убрать. И мой любимый резец. В данном случае вышеупомянутое мероприятие мы производили с целью более привлекательной установки вот такой лицевой панели. К деревянным деталям закрепляю алюминиевые уголки. С их помощью вся эта конструкция будущая будет крепиться к основанию. Использую так называемый химический шуруп, если можно так назвать. Было просверлено отверстие, разинковано и эпоксидной смолы. Конечно, может быть лучше было бы шурупы, но таких тонких шурупов мне найти не удалось. Вот такой древнесоветский тумблер мы будем использовать. Но в нем есть недостаток, который мне лично не нравится. Это короткий рычажок. Очень неудобно. Мы должны это устранить. Для чего? Разбираем. Главное, ничего не потерять. Нас интересует вот эта часть. Ага, да-да-да-да-да-да. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- А между прочим, этому тумблеру, которому мы вдохнули новую жизнь, 52 года. Выпущен он в 1968 году. Вы представляете? Казалось бы, пенсионер, но еще послужит ого-го, будьте уверены. Все непременно изготовим и ручку для вот такого вот переменного резистора. Стандартная китайская, смотреться не будет. Буквально на днях были приобретены два вот таких точильных круга. Алмазный, берет все что угодно, даже камень. И карбид кремния. Вот такой вот красавчик. Кстати, такого небольшого размера достаточно трудно найти. Точит все. R6-M5, R18 и прочие твердые сплавы. Нам предстоит сейчас выточить переходную втулочку. Вот одну я уже выточил. Сейчас еще одну. Буквально пару секунд и будет готов. Полундра! Вот это да! Хорошо, что в отчелах был. И... Втулка. И еще одна втулка. И камешек. Есть! Последние пару штрихов и сборка. Для вас эти операции продлятся буквально несколько секунд. Мне же придется повозиться. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода. Пujahr. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сразу говорю, я не спец по заточке резцов. Можно сказать, я вообще не мешаю. Но обязательно нужно научиться. Ну и алмазик. Подчеркиваю, резцы точить я не умею. Это, так сказать, проба. В обязательном порядке пишите свое мнение в комментариях. Буду очень рад обратной связи. Может какие предложения. Особенно учту и буду признателен за рекомендации по заточке сверл. Сверл, говорю, резцов. Да и сверл, кстати, тоже. Ибо я на наждаке натачивать не умею. Пока что. Пока что. Кстати, немного простыл, поэтому говорю в нос. Нос заложенный, а закапывать не хочу. Ибо это зависимость. Эти капли. Я вот, я бы их вообще запретил. Да. Да пребудут с вами острые резцы, качественные камни, вдохновения, творческие успехи. До новых встреч. Как всегда, но по сарам. Пока.